Многим уже наверняка попадались в сети снимки из польского порта Гданьск, где длинными рядами выстроены колонны военной техники НАТО. Уже точно известно, что большая часть из этого великолепия будет отправлена в Украину для утилизации российских оккупантов. Судя по количеству техники, а также номенклатуре, российские шизофашисты просто обязаны разделить с пыней по сиделке на чемоданах, поскольку отпетлять попросту у них уже явно не получится. А ведь это далеко не все, что должно в ближайшее время поступить в Украину. Да и сам снимок явно вместил в себя не все, что прибыло. В общем, как ни крути, а подготовка к военной операции по деоккупации Украины от одичалых идет полным ходом. Это чувствуют в Кремле и пребывают в явно паническом настроении. Поставки оружия Украине ошарашили даже Китай, который заделался очередным миротворцем, при этом не прекращая повторять, что никакого оружия Москве не поставляет, но активно топит за удобный для себя и России мир. Китай в принципе можно понять. Затянувшаяся путинская Киев за три дня ему порядком поднадоела, особенно с учетом того, что Китай вместе с товарищем Си, который все больше узурпирует власть, начинает расценивать в регионе как угрозу сродни путинской взбесившейся бензоколонки. Как результат, в Тихоокеанском регионе началась формироваться коалиция против Китая из стран Азии. Что там говорить, если примирились даже Южная Корея с Японией, после того, как последняя согласилась на выплату компенсаций южнокорейцам за принудительные работы во время Второй мировой войны. Друзья и союзники США в Азии выстраивают сеть связей таким образом, чтобы противостоять Пекину. Филиппины при президенте Фердинанде Маркосе-младшем предоставляют силам США более широкий доступ к своим базам. Тайвань перебросил на свою территорию дополнительные силы США для помощи в обучении. Австралия усилила партнерство с США и Великобританией для получения атомных подводных лодок, а Япония почти удваивает расходы на оборону и приближает свои военные операции к США, называя Китай своей самой большой угрозой безопасности. Рашку в вопросе поставок оружия неслабо шуганули, разбив все надежды затариться в Иране местной баллистикой. По данным Financial Times, Россия отказалась покупать баллистические ракеты у Ирана, поскольку ей непрозрачно намекнули, что в случае подобных покупок Запад оставляет за собой право передать Киеву дальнобойные ракеты Атак МС с полным карт-бланшем на использование. А дальше, как говорится, сколько до той Москвы. Как результат, путинские чемоданы снова стали полны и от затеи с Ираном решили отказаться, хотя и продолжают тянуть оттуда по мелочи. Ситуация с обороной Бахмута в Украине остается сложной, но в генштабе пришли к решению, что город следует оборонять дальше, усилив позиции ВСУ. Для этого есть целый комплекс причин, включая военные и политические. Военные заключаются в том, что Бахмут, как некогда Мариуполь, выполняет роль некой черной дыры, куда в огромных масштабах затягивает технику и живую силу орков, что создает для врага дисбаланс в формировании четкого фронта. Не менее важной является и политическая причина. Бахмут настолько на слуху за поребриком, что не представляя никакой стратегической ценности, стал символичен для отдельной когорты кремлевских преступников, обещающих взять город уже в который раз. Непробиваемая защита города привела к открытому конфликту между Пригожиным и Шойгу, а значит оборона Бахмута ВСУ имеет смысл для усиления этого противостояния и продолжения раскола между ЧВК Вагнера и Минобороны. Взять город до марта, как обещал Пригожин, не получилось. Обещать Путину потерпеть еще уже как-то не в положняк, особенно на фоне заморозки оружейной логистики для вагнеровского отребья. Пока конфликт продолжается, бахмутское направление сжирает наступательные ресурсы, которые Москва хотела бы рассредоточить по другим направлениям, которые давно зашли в окопно-пассивную фазу. А в это время в Украину непрерывно поступает новое оружие. Получается, что удерживая бахмут, Украина влияет на фронтовые политические расклады на России. Выход из города укрепит Пригожина в структуре российской власти, одновременно усиливая внутриполитический раздор. Удержание бахмута позволит и далее сковывать российские ресурсы на остальных направлениях. ВСУ отрабатывает в обороне города в пределах грамотного расчета сил. Если город будет взят и оккупанты активизируются на других направлениях, это позволит им создать предпосылки для наступлений, которые планировались до начала года, если бы вторая галактическая не споткнулась об Ахмут. Пока город под контролем ВСУ, у генштаба есть время для планирования удара для деоккупации территории, основные события которого предположительно начнутся в промежуток со средины марта по май. Это важный временной отрезок, поскольку удар придется на истощенный технический и мобилизационный резерв оккупантов, во многом из-за героической обороны Бахмута. Редактор субтитров А.Семкин